Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы едем в город Санкт-Петербург на завод Красный Октябрь На нашем канале было очень много вопросов по поводу китайской продукции, про которую недавно мы снимали ролик и по поводу вопросов, что все производство сейчас находится в одном месте, это Китай В этом ролике мы хотим наглядно показать вам, что это не так что многие заводы, которые находятся в России еще до сих пор делают собственное производство Один из таких заводов, это завод Красный Октябрь на который мы сейчас едем, работает он уже 150 лет Мотоблоки выпускается с 1985 года В этом ролике мы покажем полный цикл производства этого завода Проведем вам по литейному цеху, механическому цеху цеху последней окончательной сборки Покажем контроль качества завода Так что просмотрите ролик до конца, вам он должно понравиться Итак, наконец-то мы доехали до нашего пункта назначения Это завод Красный Октябрь На сегодняшний момент заводу Красный Октябрь 150 лет Выпускает в основном продукцию и комплектующие солетов и для самолетной продукции Мы же сюда приехали снять видеоролик про мотоблоки про сборку, как она происходит, что именно собирают на заводе что закупают отдельно Пройдемте, посмотрим Итак, мы в самом сердце завода Красный Октябрь в сборочном цехе, где идет о том, что сборка мотоблоков Все перед вашими глазами Досмотрите обязательно наше видео до конца Поймете, где эти мотоблоки собираются Как идет сборка, как идет контроль качества данных мотоблоков И что от А до Я сборка вся происходит в Санкт-Петербурге на заводе Красный Октябрь Сейчас мы пройдем с вами в литейный цех Посмотрим, где у нас происходит литье и сборка редукторов Ждем человека, который нас сопроводит Итак, мы входим в литейный центр мотоблоков И вам сейчас нужно производить осмотр Как льют редуктора Как происходит литье самого Обязательно надо одеть очки Здравствуйте Здравствуйте Одеваем официальные очки Здравствуйте, Алексей, здравствуйте Ну, пойдемте Я вас поздравляю У нас вопрос, какие на нашем интерканале То, что все ли от А до Я происходит с сборками этих утромо-силовых агрегатов именно в Санкт-Петербурге Мы как раз поздравляем наше литейное производство нашей компании ЖАО КАО НЕВА Здесь, по сути дела, начинается производство нашего револютора Наших агрегатов То есть здесь изготавливаются корпусные алюминиевые литдетали Методом литя подравления Изготавливаются они здесь У нас разрабатывается это все нами Изготавливаются на фроматизированных литейных комплексах На базе литейных машин Ну и, соответственно, сейчас покажем вам всю технологию Пойдемте Да, потоплоки собираются с 1989 года, правильно? А литье, собственно, вы с какого года начали? Литье, собственно, получается с самого начала Единственная менялась технология То есть завершаствовалась Дальше были старого типа литейные машины Было ручное, ручное литье То есть использование большого количества ручного труда Сейчас все меняется Система автоматизированная То есть все сейчас идет Ну, собственно говоря, чтобы было помятно Литье начинается с момента превращения Поступающего к нам металла В жидкую плавку Вот здесь стоит газовая плавильная печь Фирмы Маркони Которая у нас осуществляется Плавка металла Вот нам на предприятие поступает Курнал Приходит металл вот с таких пучушками Соответственно, с завода Здесь указывается паспорт материала Какой материал Дата, когда был изготовлен Это поставщик наш поставляет Дальше данный металл Загружается в газовую плавильную печь Где происходит флакка металла Металл расплавляется Данный металл идет уже С нужным нам химическим составом С нужными физическими и химическими свойствами То есть он уже Дальше идет плавка Розливанного металла И металл попадает В автоматизированный комплекс И где уже непосредственно Через газовую печь Идет флакировка И происходит плавка А кто-то в России еще обладает Такими технологиями? Или это только вы собираетесь? Вот Друзья, поздравления Друзья, поздравления Презупрения в России Есть много лет Разница лишь только в том То мы Презупрения Презупрения И происходит Презупрения На том Сам процесс лития Он максимально Максимально Ручного труда Максимально станции Вот смотрите Ну и дальше Робот снимает Готовую деталь Переносит ее На обрубной штамп На обрубной пресс Пресс обрубает И получается Готовый металл В данном случае Оператор Он только принимает Готовые детали И следит за режимами То есть Контролирует процесс лития Внесением корректировок Изменений В контроллер Системы управления Пойдемте Это раздаточная печь Специальная система В которую заливается Жидкий металл Дальше Это печь Под управлением Системы управления Симис Дозирует Нужную порцию металла С точностью До грамма Осуществляет Дозировку В узел прессования Дальше идет Автоматическая Запрессовка Этого металла То есть Жидкий металл Подается В разъем Пресс-формы Заполняет ее Под большим давлением С большим сильным ударом Где происходит Уже процесс Кристаллизации И получения Готовой детали Да, готовую деталь Давайте посмотрим Как это все происходит Попробуем отсюда Можно даже вот здесь Сейчас идет Дозировка Металла То есть Система управления Комплекса Дает указания Плавильной Раздаточной печи Дозировать металл То есть Осуществить впрыск Жидкого металла Определенной формы Ну там Килограмма Как я сказал До грамм Дальше происходит Удар Сейчас был Тогда происходит Пресс-форма Запрессовывание Металла Жидкого металла Поршнем Заталкивает ее Пресс-форма Пресс-форма Сейчас идет Процесс кристаллизации То есть Закрытой пресс-форме Под большим давлением Порядка 400 бар Металл давит Держит Дальше происходит Кристаллизация Сейчас откроется Литейная машина И внутри пресс-формы Вы видите Готовую Деталь Дальше робот Снимает эту деталь Из пресс-формы Ее извлекает Вот она уже готовая Получилась Дальше он проверяет На целостность Эта деталь На специальных датчиках На столе Перехват он ее Перехватывает То есть Вот деталь готовая Дальше она Переходит В основное охлаждение Где происходит Охлаждение Можно вот отсюда И дальше Деталь попадает В обрубной креск Робот носит деталь Устанавливает Ее вот здесь Робот устанавливает Дальше идет автоматически Срабатывает А то же самое время Там происходит Держите Держите Смотрите Сейчас идет Убрасываю И уже и штампа готовая Полностью обрубленная Деталь Готовая Где ее только нужно Чуть-чуть обдуть Она полностью готова Вот наша Мультиагра Нева Сделана в России Все как положено Сделана в России Надпись Мультиагра Нева Да Это как раз Половинка 701 702 Это наше Изделие Которое будет Иметь 4 плюс 2 скорости Вот она Готовая деталь Дальше они Идут уже На ОТК Где ОТК Их осматривает Оператор Занимается Тем что перекладывает Просто в готовую Сетку И Поставляет А ОТК Что ОТК делает Какой контроль Качество ОТК ОТК осуществляет Во-первых Визуальный контроль Осматривает деталь Проверяет На целостность Отливка Имеется ввиду Ни доливы Ни проливы Ни спа И так далее Кроме этого У нас есть Лаборатория В которой мы Осуществляем Куда дальше Сходим Осуществляем Контроль Отливок Рентгеновский Контроль То есть Смотрим Внутреннее Содержимое Отливок То есть Нет ли пор Отсутствие Пористости И так далее Плюс Геометрический Контроль На измерительной Машине И дальше Все Пока Здесь у нас Сейчас Так небольшой Финишной Обработки Деталей Вот это Мы видели Одну деталь Но у нас Разные Редуктора Разные Детали Вот есть Другие Детали Это детали Мотоблоков МП2 23 Тоже Наши детали Они льются На другой Пресс-форме На другой Личейной Машине Здесь Специальный Проходной Так называемый Камерик Круглой Стальной Дрожжи Диаметром 0-3 Миллиметра Мы автоматически Осуществляем Обработку Отливок Для чего Мы это Делаем Для того Мы можем Получить Отливку Немножко Другого Внешнего Вида С более Так сказать Презентабельным Внешним Видом Плюс Поверхностное Упрощение Получается Так как Крабеструйная Обработка Мы еще Упрощняем Поверхность Здесь Десять Деталей На подвес Время Цикла Составляет Две минуты Вращение Осуществляется В одну Другую Сторону Вот для чего Автоматически Открывается Сейчас мы Это увидим Выйдут Детали И мы Осторожно И мы С вами Посмотрим В каком Виде Они у нас Получают Сейчас Ждем Минуту Посмотрим Какой Тут Детали Заканчивается Да Подойдем Сейчас Будет Специальный Согровой Сигнал Который Будет Говорить О том Что Установка Закончила Цикл Она Будет Открывать Ворота Все Здесь Есть Магоматические Как Причем Человек Здесь Только Загрузки Снять Открывая Установка Товарищ Детали Ворота Детали Подбирают Сигнал Загрузки Детали Скоро Детали Сейчас Подойдет 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 Произошла Требеструйная обработка То есть детали Получили шероховатость небольшую Здесь шероховатость порядка 30-40 А почему нужна шероховатость? Ну, во-первых, это более презентабельно для высоты А во-вторых, мы еще сверху, получается, уплотняем поверху снизу А, все, теперь понятно Пойдемте дальше Здесь у нас участок технологической оснастки, пресс-форм и штампов То есть здесь мы осуществляем ремонт, обслуживание нашей технологической оснастки, наших пресс-форм Вот они здесь все есть, можно на них посмотреть Например, вот пресс-форма, которая только работала некоторое время Она снята для того, чтобы на ней провести профилактический ремонт, мойку, чистку и так далее Ну, можно сюда туда идти Стабильная раздаточная печь По-специальному же лагодозирует металл, порцию металла Металл попадает, форма закрывается Идет прессование, запрессовка Вовнутрь идет В форме, так сказать, сам металл Сам металл, формируется деталь, робот снимает, точно так же обрубает И получает готовый Так, ну вот мы как раз пришли в лабораторию Сейчас я все-таки начнем, чтобы было все понятно Значит, наша лаборатория, где мы контролируем контроль качества и так далее Начинается все с того, что мы контролируем качество Евгений Павлович, минуточку Где мы контролируем качество поступающего металла Значит, к нам приходит материал, как я уже сказал Определенного химического состава, определенных свойств Которые мы, так сказать, требуем от нашего поставщика Здесь, получая металл, мы проводим первоначальную его проверку То есть, весь металл, который приходит к нам на предприятие Мы проверяем его, делаем на нем химический анализ То есть, мы проверяем качество полученного металла То есть, здесь с помощью установки мы осуществляем этот спектрометр Мы осуществляем проверку металла Делаем химонали, сравниваем его с заявленным производителем То есть, здесь проводится это все И после того, как мы это дело проводим И видим, что поступивший металл строго соответствует требованиям ГОСТа Будем говорить так Мы дальше только его запускаем в работу Здесь у нас рентгеновская лаборатория Где стоит специальный рентгеновский аппарат Дефектоскальпический На котором мы осуществляем проверку детали Непосредственно уже на их плотность Отсутствие пористости, целостности и так далее То есть, это специальная установка Таких установок, ну, далеко не везде они есть По крайней мере, в литейных производствах Ну, не у всех они присутствуют, конечно же Да я, честно говоря, нигде и не видел, кроме вашего завода, такой установки Хотя, скажем так, в общем-то, это, ну, скажем, любое уважающее себя предприятие Оно должно иметь подобную аппаратуру Потому что, в противном случае, вы не можете проверить Насколько данная деталька плотная, либо не плотная Соответственно, здесь лаборат проверяет детали То есть, ему просто смену приносят детали То есть, маркируется время, дата А каждая деталь только? Нет, не каждая, конечно, они идут выборочные Вот вы здесь можете... А сколько выборочные приблизительно? Сколько партий, сколько штук? Посмотрите, я объясняю Вот у нас идет ночная смена, вечерняя, вот, пожалуйста Идет, указывается время, указывается дата и указывается время Тогда деталь снята с машины и предоставлена сюда на проверку Соответственно, здесь тоже 3 часа ночи, 10 число То есть, по сути дела, сегодняшняя ночь То есть, из каждой партии... Да, из каждой партии у нас получается минимум 2 детали Должны пройти эту... То есть, должны пройти вот эту четкую процедуру Почему 2? Потому что процедура должна пройти каждая деталь обязательно после запуска машины Ну, так как мы понимаем, что есть обед Ужин вечернюю смену, понятное дело, люди обедают Машины останавливаются Он запускается После того, как начинает производить Первая деталь идет, мастер сюда ее приносит Кладет на стол Опять, так сказать, лаборант проверяет И уже по результатам, собственно говоря, проверки Если он определяет Что здесь, допустим, есть какое-то... Продолжение обработания... То нет, то здесь уже получается так, что мы локализуем ту партию деталей, которую нужно перепроверить Ну, то есть, больше контроля осуществить Потому что летельщик, который льет, то есть, оператор конлекса Он, мы видели вот эти телеги, когда складывает на каждой из этих тележек Он устанавливает специальную бирочку Который пишет свою фамилию, дату, время, когда эта тележка была сделана Дальше уже, в общем-то, сравнивая величины Мы можем отсортировать и понимать Если есть какие-то проблемы, если есть какие-то отфамилии Теперь берем все Кроме установки, которая... Кроме рентгена, да Осуществляет рентгеновский контроль У нас измерительная машина, которая осуществляет контроль уже геометрический То есть, понятное дело, что отливки, да и, собственно говоря, потом механически обработанные детали Они проходят контроль Ну, в частности, что мы здесь контролируем Прежде всего, мы контролируем геометрию отливок В данном случае, конечно, так как это все-таки литье алюминия под давлением То геометрия отливки, в общем-то, остается в тех пределах, в каких она и должна быть Потому что форма сделана, ее нет возможности там раздуть Она же не резиновая, ее не растягивает Но, тем не менее, важный фактор, например, проверка на корабление То есть, учитывая то, что это все-таки достаточно плоскостные детали Хоть и корпусные, но они, в общем-то, такие достаточно габаритные детали И так как это все-таки нагрев и так далее, и так далее То, конечно же, приходится контролировать плоскостность отливки То есть, готовую отливку мы обязательно проверяем на ее, так сказать, ну, не плоскостность, но слепокорабление Потому что есть требования, заложенные чертежами, заложенные конструкторами, которые нельзя превышать Соответственно, это проверяем Кроме того, ну, конечно, здесь проверяются уже детали, которые прошли Были сделаны, отлиты в алюминии, а дальше сделана на них мехобработка И результаты мехобработки, а именно точность полученной обработки Или точность готовой детали здесь тоже проверяется Помимо, значит, алюминиевых деталей, ну, конечно, здесь бывают и стальные детали И наши валики, и шестеренки наши, которые идут в составе редуктора Конечно, это все тоже проверяется Но программа работает, машина работает по программе, которую мы, естественно, пишем за ним Александр вот у нас это все делает, это его департия Все это проверяется, дальше по результатам обмера формируется специальный отчет В котором указаны, значит, требуемые параметры, которые заложены чертежом И рядом фактические параметры, которые получились фактически после мехобработки В случае, если мы видим отклонения, они сразу выделяются, сразу их видно Ну, и, соответственно, вносятся корректировки, изменения и так далее, и так далее То есть сюда детали уже приходят не только из нашего литейного производства, но приходят и из механического производства Конечно, при запуске, при настройке и так далее, и так далее, и так далее Ну, вот, пожалуй, наверно Огромное спасибо, очень помогли Теперь, я думаю, вопросов больше не возникнет Ходим по территории завода Территория огромная, больше чем 150 гектаров От одного цеха идем до второго уже больше чем 15 минут Самому заводу больше чем 150 лет Мотоблоки же выпускаются с 1985 года Сейчас зайдем на механический цех, посмотрим, как изготавливаются шестеренки И все металлические изделия И вот мы пришли в производство механическое Здравствуйте Здравствуйте, меня зовут Варен Александрович Я заместитель начальника механического производства Буду вам показать, что мы здесь делаем Как-то все происходит, все начинается, чем заканчивается Здесь у нас токарный участок Причем не просто токарные станки А станки, которые позволяют делать различные сложные операции Обрабатывать деталь не только токарным способом, но и фрезерным Ну, в общем, это очень крутые станки Ну, вот одно из наших последних мероприятий Станок Silver Cutex Корейский, правда, станок Но мы идем в ногу со временем Движемся в сторону востока Отказываясь от запаха Ну да, на Ликейномом были, там все станки Siemens стояли Да, ну вот у нас станки Biglia это итальянское производство В основном это наша база У нас их 9 штук Они очень низкопроизводительные Позволяют работать не только со штучными заготовками Вот такого плана Это болванки у нас металлические Да, да, это заготовки под нашу деталь Да, я так понимаю, из этого как раз у нас идут шестеренки Из этого всего идут шестеренки, зонточки Ну, вот здесь мы получаем что-то вот такое Из этой детали достаточно сложное Много обработки Кроме того, мы здесь делаем различные валы Вот, кстати говоря, станки коррозы тем, что они позволяют работать с длинной заготовкой То есть мы производим вот такие валики Это одна из самых сложных наших деталей Как видите, отверстие и с торца, и на диаметрах Много различной обработки Так вот, эти детали делаются не из штучной заготовки А из заготовки длиной 1 метр Берется пруток 1 метр Загружается вот это устройство, которое называется паркидер Ну, податчик, можно сказать по-русски И делает вот такие детали Из одного прутка получается вот именно этих, мне кажется, 7 Могу ошибаться Дальше у нас еще целый ряд станков Здесь тоже они делают различные детали Здесь делается практически только токарная обработка И чуть-чуть фрезерность Чуть-чуть, то есть вот эти вот пазики Это все тоже делается В дальнейшем нам же нужно из вот этих вот, как это сказать, плинчиков Плинчиков, да Сделать шестеренки и звездочки А это делается уже на другом оборудовании Пойдемте дальше Чуть-чуть на участок зубопрезерной обработки У нас три обрабатывающих центра Все три фирмы Фаутер Зарекомендовавшие себя хорошо И, как показалось нашим специалистам, одна из лучших в мире для наших задач Соответственно, здесь делаются Из вот такой заготовки после токарной обработки Вот такая вот звездочка То есть нарезается зуб Но это только одна из деталей То есть все остальные детали, все шестеренки Вот все еще там Можно посмотреть Вот заготовки, как вы видите Вот что получается Вот это Это сами заготовки лежат Вот таким вот способом можно посмотреть Как из заготовки точатся зубья И получаются шестеренки Пропустили еще протяжное Протяжной станок Он делает В круглом отверстии нарезает вот швейцы То есть оно было круглое После того, как прошла обработка Получается вот со швейцами Я должен обязательно вам показать нашу форму Если этот станок Он один такой в России Больше таких нет Значит, сейчас покажу, что он делает Алексей Да, есть Вот у нас есть заготовка А вот у нас есть обработанная деталь На первый взгляд практически ничего не изменилось Ну да, я и хотел спросить А чем же они отличаются? А изменилась закопная часть Вот, посмотрите, зуб обработан Вот он здесь Зуб постно-зуборезная станка А вот здесь он закруглен Замеса синхронизатора? Да, я только хотел сказать Замеса синхронизатора Позволяет лучше производить переключение передач То есть зацепление гораздо мягче происходит Но это вот как раньше Надо было мотоблок Чуть-чуть вперед протолкнуть Чуть-чуть назад Сейчас можно уже практически сразу переключать Да, практически уже получается Почти как синхронизатор Но гораздо дешевле Но гораздо дешевле Перейдем в другое помещение И посмотрим Самый красивый этап обработки Это ТВЧ ТВЧ-закалка деталей Высокочастотный ток? Да Токи высокой частоты Она будет очень красивая Там жидкая, с искрой У нас участок ТВЧ Электромагнитная обработка идет Здесь у нас как раз идет Наладка очередной детали Под руководством технолога Сейчас можем посмотреть Они все проходят обработку Согласно технологическому процессу Есть детали, которые проверяются 100% Есть, которые проверяются выборочно, частично Это какой-то процент от партии деталей Все детали после производства стекаются в АТК АТК уже сами выбирают методом случайной выборки Какие детали они проверяют Ну так же как в литейном цехе нам объясняли Все то же самое То есть из партии берется 2-3 детали Проверяются Если какой-то обнаруживается брак Проверяют уже целиком партию сил Совершенно верно Все правильно Это система менеджмента качества А вот это на этой линейке собирается наше флагманское изделие МВ-2 МВ-2 классика На этих столах собираются половинки Предварительно вот есть пресс На котором мы запрессовываем подшипники в половинку Подшипники и бронзографитовые втулки Здесь у нас идут стальные редуктора Сейчас нам подробнее о них расскажут Да, это изделия МК Группа МК Мотокультиватор МК-70, МК-80 Они собираются не из алюминиевых половинок А из половины штампованных железных Которые для нас выпускаются в новгородском заводе энергии Вот здесь они собираются Мы уже собираем их мы Это единственная часть, которая не производится на вашем заводе То есть это... Это не совсем так Потому что новгородский завод, он входит в полдинг красного октября Понял Мы перешли в следующий цех Это участок фрезерной обработки Вы видели, как льются алюминиевые корпуса Литье под давлением, литейным производством Здесь они обрабатываются Фрезерная обработка Здесь Все оборудование Немножко непатриотично американское Станки подал К сожалению К сожалению, как-то так повелось Что они у нас работают уже порядка Наверное, лет 12 Первые подалы появились назад Но вот так и работают Так для того, чтобы было проще Не надо было переходить на другое оборудование Так с ними продолжаем работать Кроме алюминия Они обрабатывают кое-что делают И по железу Но это небольшой Ну вот, две детали Одна есть обработанная Другая не обработанная Можно видеть, что после луки Вот она получается Такой немножко Шероховатая Шагреневая кожа Шероховатая И вот что происходит после обработки У нас обрабатывается Сама плоскость разъема То есть две половинки Смеряющие мы здесь обрываем Обрабатываются все усадочные места Под подшипники, под манжеты Здесь Нарезается резьба В отверстие под заливной Ну, вот так что Ну, где устанавливается В местах установки сальников Чтобы не было течен Сальников и подшипников Да, подшипников просто Чтобы не было подшипников Чтобы они Литейное производство Подразумевает Какие-то все-таки Достаточно большие допуски А здесь мы Выдерживаем размеры После обработки допуск Несколько соток У нас в Незазине Очень много мотоблоков Нева стоит Я ни разу не видел Ни под одном капле масла То есть здесь Сделано все реально на совесть Здесь сделано все реально на совесть Даже если что-то идет Не так Так это же везде Бывает даже в Японии Это все отсекается до продажи Отсекается заранее Начинается все Здесь опять же Здесь половинки Все сто процентов Проходят контроль качества Все диаметры отверстий Посадочные места Все проверяют Каждую половинку Касаются Руки наших Милых контролеров Милых женщин Они Все чувствуют уже Кончиками пальцев Ну естественно Опыт работы И инструментом пользуются Обязательно Ну вот собственно говоря Вот Вот он весь участок Спасибо огромное вам Вы нам очень помогли Спасибо вам Теперь наши покупатели Будут иметь точное представление О производстве И о сборке мотоблоков Нева Я надеюсь Что это поможет им Принять правильное решение По выбору мотоблока Спасибо еще раз Здравствуйте Это участок сборки мототехники Здесь Непосредственно собирается Испытывается продукция Испытывается у нас Каждое изделие Каждый испытатель имеет свое клеймо И несет ответственность За выпущенную продукцию Что исключает Полностью Выпуск продукции С дефектами И доходы его до потребителя Да Мы в паспорте каждого изделия Видим фамилию человека Который непосредственно Делал проверку Или сборку последней Проверку 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 То есть Если какой-то дефект обнаружен Всегда человек есть Который за это отвечает Отвечает Здесь есть целый отдел ОТК Который После испытания Непосредственно проверяет На наружном осмотре Так С чего следует начать Проводите нас Скажите Как здесь все это Происходит Непосредственно Сборчивый участок Линия Где совмещается Редуктор Ходовая часть И установка двигателя Здесь происходит Непосредственно сборка Всех изделий Которые у нас выпускаются На блоке МВ-2 И МВ-23 Требом А позволяет Продолжение следует... К каждому изделию присылается свой серийный номер с помощью системы штрих-кодирования. Каждый редуктор имеет штрих-код. Каждый двигатель имеет штрих-код. И, соответственно, изделие имеет штрих-код. И, соответственно, в базе остается номер изделия, когда выпущен, когда упакован. Соответственно, мы можем отследить, если возникает какая-либо претензия. Каждое изделие... Было ли у нас такое изделие именно с этим редуктором и с этим двигателем, либо нет. И, соответственно, остается в базе... То есть, сифицировать бесполезно. Количество выпущенных изделий тоже остается, соответственно, нумерация. По годам, по числам. Ну и дальше упакован. Продолжение следует... Вот в таком виде мотоблок уже готовы к отправке. В таком виде вы его получите к себе. Спасибо за внимание. Спасибо вам огромное. Вы нам очень помогли. Всегда пожалуйста. Спасибо. Ну, до свидания. Всего доброго. Приходи. Мы специально сняли этот ролик, так как, судя по комментариям, некоторые подписчики сомневаются в качестве продукции мотоблоков Нева и пишут непонятные отзывы. Надеемся, что мы развеяли этот миф и обрисовали предельно ясную картину производства мотоблоков. Как мы видим, это современное производство, отвечающее мировым стандартам, с использованием новейших технологий и высоким контролем качества. Спасибо огромное за просмотр. Увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok